Всем привет! С вами Даша и вы на канале Рецепты на любой вкус. В данном выпуске я хочу поделиться с вами 5 рецептами самых любимых салатов нашей семьи. Эти салаты мы готовим абсолютно на все праздники. Когда гости приходят в наш дом, они уже наверняка знают, что какой-либо из данных салатов обязательно будет на нашем столе. Ну а Новый год без советского рецепта салата из кальмаров я не представляю. И именно с него мы и начнем. Этот салат готовила моя мама без исключения на каждый Новый год. Раньше кальмары в магазине найти было непросто. И поэтому салат считался в нашей семье деликатесом. Это самый вкусный салат без майонеза, по моему мнению. Я выкладываю тушки кальмаров в кипящую соленую воду, довожу их до кипения и отвариваю 2 минуты. Затем воду я сливаю и остужаю кальмары. Далее я наливаю в сковороду растительное масло, разогреваю ее и выкладываю тонко порезанный лук. Немного помешиваю. Затем я добавляю соль и жарю лук до золотистого цвета. Растительного масла при жарке я не жалею, таким образом лук получится вкуснее. Пока лук обжаривается, я нарезаю кальмары на тонкие полосочки. Чем тоньше вам удастся порезать кальмар, тем вкуснее будет салат. Точное количество ингредиентов, которые я использую для салата, вы можете посмотреть в описании под этим видеороликом. Процесс нарезания кальмаров на видео показан не полностью, поэтому хочу пояснить. Верхние части тушек кальмаров, которые вы видите в тарелке, тоже будут использованы в салат. Сейчас я выкладываю порезанный кальмар в глубокую емкость. Затем я выкладываю обжаренный лук. Затем я добавляю растительное масло, уксус, красный острый перец и соль. Все как следует перемешиваю. Затем я накрываю салат пищевой пленкой и убираю его в холодильник на несколько часов. Наша семья просто обожает этот салат. Советую вам его попробовать. А сейчас я покажу, как готовлю вкусный салат с грибами. Я ни у кого не видела подобного рецепта, а ведь он очень вкусный. Для его приготовления я использую домашние маринованные подберезовики. Я откидываю грибы на дуршлаг и промываю их чистой водой, для того, чтобы избавить их от лишней слизи. Далее я смешиваю 300 грамм полукопченой колбасы, одну банку консервированного горошка, следом я добавляю пучок измельченного укропа, высыпаю 200 грамм натертого сыра, а затем выкладываю 250 грамм промытых грибов. Потом я заправляю салат майонезом и перекладываю его в блюдо, украшенное салатными листьями. На мой взгляд, этот салат невероятно вкусный, сытный и очень оригинальный. Домашние грибочки делают свое дело. Он чем-то похож на оливье, но для этого салата не нужно варить, чистить и натирать гору овощей. Я готовлю его, как правило, за 10-15 минут. Следующий на очереди готовим салат греческий. Мой рецепт слегка модернизирован. Я готовлю данный салат без сыра. Практически ни один праздничный стол в моем доме не обходится без этого легкого и вкусного салата. Для начала необходимо замариновать лук. Я нарезаю его тонкими четверть кольцами, немного мну руками, чтобы он был сочнее. Заливаю водой и добавляю пару столовых ложек 9% уксуса. Мариную лук 20 минут. Для этого салата я использую половину крупной луковицы. Затем я нарезаю крупным кубиком один свежий огурец. Далее также крупным кубиком я нарезаю пару помидор. Следом я очищаю от семян и нарезаю один красный болгарский перец. Для контраста цветов в салате сюда также отлично подойдет желтый перец. Далее я беру маслины без косточки и каждую из них разрезаю на три части. Если вы не любите маслины, в этот салат также отлично подойдут оливки. А сейчас я готовлю заправку. В пиале я смешиваю растительное масло, соевый соус, соль и немного лимонного сока. Тем временем лук уже промариновался, заправка готова и я приступаю к сборке салата. В глубоком салатнике я смешиваю овощи, маслины, затем добавляю одну копченую куриную грудку, порезанную кубиком. Далее поливаю салат заправкой и выкладываю замаринованный лук. Этот салат с добавлением копченой грудки нравится нашей семье больше, нежели классический вариант салата с сыром. Я перемешиваю все ингредиенты салата и перекладываю его на большое плоское блюдо для подачи. Этот салат украсит своими яркими красками и насыщенным вкусом абсолютно любой праздничный стол. Следующий на очереди готовлю салат нежный. Этот салат любят абсолютно все, кто его пробовал. Ингредиенты в данном салате удивят вас своим сочетанием и неожиданным интересным вкусом. Для начала я обжариваю опята на растительном масле в течение 10 минут под крышкой на среднем огне. После этого я добавляю к опятам большое количество тонко порезанного репчатого лука и все перемешиваю. Добавляю соль и жарю на среднем огне без крышки в течение 15 минут. В идеале нужно использовать замороженные подберезовики или белые грибы, но за зиму они у меня закончились, поэтому на сей раз я использую покупные замороженные опята. А теперь я приступаю к сборке салатов. Глубокое блюдо я выкладываю натертые на мелкой терке вареные яйца, добавляю майонез и все это распределяю ложкой. Точное количество ингредиентов ищите в описании под этим видеороликом. Следующим слоем я выкладываю обжаренные заранее грибы с луком. Этот слой майонезом я не смазываю. Я уверена, что такой салат вы еще не пробовали. Следующим слоем я выкладываю консервированную сардину, с которой предварительно слила сок и измельчила вилкой. Затем распределяю рыбу ложкой и промазываю майонезом. Несмотря на, казалось бы, несочетаемые ингредиенты, этот салат, по мнению нашей семьи, очень вкусный. Его мы готовим на многие праздники. Последним слоем я высыпаю на салат, натертый на мелкой терке твердый сыр. Попробуйте приготовить такой салат и делитесь своим мнением в комментариях, я буду очень рада. И в завершении я делюсь с вами рецептом любимого салата из яичных блинчиков. Его меня научила готовить моя мама еще лет 15 назад и с тех пор я регулярно готовлю его на множество праздников. Сначала я готовлю яичные блины. Взбиваю 3 яйца и 1 чайную ложку с горкой картофельного крахмала. Хорошо прогреваю сковороду, смазываю ее маслом и обжариваю 2 блина по 1 минуте с каждой стороны. Точное количество ингредиентов, которые я использую для приготовления этого салата, я оставлю в описании под этим видеороликом. Таким же образом я жарю второй блин. Пока блины остывают, я нарезаю половину крупной луковицы тонкими четверть кольцами. Лук я использую сладкий. Мариную лук 15 минут в воде с уксусом, а затем откидываю его на дуршлаг и даю хорошенько стечь. Затем я сворачиваю каждый блин в тонкую трубочку, разрезаю ее пополам, а далее я измельчаю его на тонкие полосочки. Этот салат получается очень оригинальный, питательный и красивый в подаче. Вот такая яичная лапша у меня получилась. В салатнике я смешиваю порезанную вдоль копченую грудку, добавляю яичную лапшу и измельченный укроп. Затем я добавляю соль и выкладываю маринованный лук. Заправляю салат майонезом, а затем выкладываю из него высокую горку на плоской тарелке и подаю к столу. Кислинка маринованного лука, аромат копченой грудки, нежность яичных блинов и пикантность укропа невероятно удачно гармонируют в этом салате. Сегодня я поделилась с вами разнообразными и вкусными салатами. Вам будет из чего выбрать, ведь данные салаты состоят из кальмаров и копченой колбасы, рыбной консервы и копченой грудки. Каждый найдет в этой подборке салат по своему вкусу. Если идея вам понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видеоролики. Желаю вам приятного аппетита! Пока-пока!